Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артем, вы находитесь на канале HardTales. Сегодня видео будет посвящено неожиданно Linux. Я собираюсь установить Linux на ноутбук в качестве второй операционной системы и немножко ее протестировать. Устанавливать я буду Linux Mint версия 20.3 и с графической оболочкой Mate. Есть еще оболочка Cinnamon, Cinnamon Edge, собственно говоря, Mate и XF-C. Это различные графические оболочки. Mate более-менее классическая оболочка, как я понимаю. Вот ее я и буду выбирать. Я не Linux-оид, поэтому, как говорится, только начинаю. Хочу посмотреть, что из себя система представляет. Итак, скачиваю на официальном сайте торрент с операционной системой Linux Mint. Кстати, интересно то, что система очень компактная, занимает она чуть более 2 гигабайт дискового места. Итак, так как я буду создавать именно двойную конфигурацию загрузки вместе с операционной системой Windows 10, то я отдаю небольшой пока что раздел для Linux. Через оснастку управления дисками создаю раздел размером в 48 гигабайт. Далее я скачиваю утилиту, называется она Universal USB Installer, которая позволяет распаковать ISO образ на флешку, для того, чтобы уже потом установить операционную систему на ноутбук, на компьютер, в общем, куда вы хотите. Итак, я выбираю в качестве дистрибутива Linux Mint. Далее остается только выбрать путь до файла с ISO образом и уже потом саму флешку, сам диск. Ну и после этого можно будет уже установить, распаковать ISO образ. Кликаем все время «Да». Флешку я предварительно уже до этого форматировал в файловой системе FAT, поэтому здесь я пропускаю дополнительное форматирование FAT и остается только немножко подождать. Теперь после того, как флешка готова, логично то, что с нее нужно загрузиться. Грузимся с флешки и далее открывается вот такое вот окошко, где мы должны выбрать следующий пункт. Это «Start Linux Mint», в данном случае это версия 2.3, «Mate 64-bit». Ждем какое-то время, загружается полноценный лайв-образ. Здесь, кстати, можно попробовать, как система себя ведет, что она из себя представляет. То есть не обязательно прямо устанавливать Linux Mint на диск в таком стационарном режиме, можно вот в таком лайв-режиме посмотреть вообще, что это такое и нужно ли вам это. В моем случае я буду операционную систему устанавливать. Нахожу на рабочем столе ярлык «Install Linux Mint» и запускаю установщик. Первым делом, разумеется, ищу русский язык операционной системы, интерфейса операционной системы. Здесь он присутствует точно так же, как и русская раскладка клавиатуры. На следующем шаге нам предлагают установку мультимедийных кодеков. Кодеки позволяют воспроизводить те или иные видеоролики, слушать те или иные аудиофайлы. Здесь сразу же можете установить эти самые кодеки. И следующий шаг очень важный. Здесь нам предлагают выбор типа установки. Один из вариантов – это установить Linux Mint рядом с Windows Boot Manager. В принципе, это то, что нам нужно, но я перестраховался и выбрал именно пункт «Другой вариант», где я выберу принудительно на какие разделы что нужно ставить. Напомню, что перед этим я выделил отдельный раздел размером 48 гигабайт именно для экспериментов с Linux Mint. Ну и есть еще экстремальный вариант – стереть диск и установить Linux Mint. Это если вы устанавливаете Linux на чистый компьютер. Я кликаю на другой вариант. Здесь полностью отображается в данном случае жесткий диск. Это Western Digital на 1 терабайт и все его разделы. Итак, спускаюсь в самый низ. Нахожу здесь свободное место. 52430 мегабайт – это как раз 48 гигабайт. Выделяю и нажимаю на кнопку с плюсиком. Сейчас мы будем создавать так называемый раздел с журналируемой файловой системой EXT4. В качестве типа раздела выберу «Логический» и точка монтирования «Home». После того, как вот этот вот домашний раздел мы создали, кликаем на «Ок» и переходим на следующий шаг. 20 гигабайт, как вы помните, мы от основного раздела уже отняли, так сказать. Остается 31430 мегабайт. Выбираем опять же снова свободное место, нажимая на плюсик. Здесь вы должны создать так называемый файл подкачки «Свап». Я выбираю 8196 мегабайт. 8 гигабайт. У меня оперативной памяти 8 гигов. Выбираю именно такой размер. Опять же, он может быть чуть меньше. Здесь уже больше по вашему выбору. У меня 8 гигов оперативки. Я выбираю 8 гигов. И в качестве пункта «Использовать как» выбираю здесь раздел «Подкачки». И нажимаю на кнопочку «Ок». То есть теперь еще 8 гигабайт от раздела у нас отнялось. Ну и последним шагом выбираю оставшееся место. 23235 мегабайт в данном случае у меня. И здесь изменяю только один параметр. Это точку монтирования. Выбираю здесь «Слэш». После этого нажимаю на кнопочку «Ок». Таким образом, получается то, что выбрав «Слэш» — это так называемая корневая точка монтирования. Здесь мы выбираем именно размер раздела под операционную систему. Ну а предыдущий раздел «Хоум» — это раздел, который будет содержать наши пользовательские данные. Различные файлы, там, музыка, видео, документы и так далее. Вот так это выглядит. Ну а «Своп», собственно говоря, как я уже и говорил, это файл подкачки. Теперь выбираю раздел с Windows Boot Manager. Это загрузчик операционной системы Windows. И нажимаю на кнопочку «Установить сейчас». В этом диалоговом окне нажимаем на кнопку «Продолжить». Здесь нам сообщает о том, какие манипуляции будут происходить с теми или иными разделами. Будьте здесь внимательным. Если вы что-то напортачили, то можно все еще отменить. Я нажимаю «Продолжить». Далее выбираю часовой пояс, где я нахожусь. Соответственно, будет и время у вас в зависимости от региона выставлено. Дальше остается только задать имя. Оно будет использоваться в том числе как имя вашего компьютера. Имя пользователя и пароль. Пароль нужен будет для совершения важных действий в системе, поэтому вы должны его помнить. Он должен быть какой-то для вас запоминающийся. Ну и также я не ставлю галочку «Требовать пароль для входа в систему». По умолчанию «Входить в систему» вы будете автоматически без этого пароля. Ну и остается только подождать. В зависимости от производительности флешки. У меня флешка была USB 2.0, поэтому я подождал около 15-20 минут. И система была полностью проинсталлирована. Что же, теперь можно перезагрузиться. И при перезагрузке запускается автоматически так называемый граб-загрузчик. Здесь мы можем выбрать либо запуск Linux Mint 20.3 Mate, либо же, если я перейду на третий пункт, Windows Boot Manager, загрузится обычная операционная система Windows 10. То есть, таким образом, я создал мультизагрузочную такую систему, где и Linux работает и прекрасно себя чувствует, и Windows. Конечно, в идеале для Linux нужно выделять большие размеры. Но, опять же, как я уже и сказал, я буду пока ее использовать в таком тестовом ознакомительном режиме. И, возможно, будут выходить ролики на этот счет, если вам это будет интересно. Что же, на этом все. Подписывайтесь на канал, если вы у меня впервые. Прожимайте большие пальцы вверх. Для меня это очень важно. Оставляйте свои комментарии и делитесь этим роликом с друзьями в социальных сетях. Также подписывайтесь на мои другие каналы. Все ссылки найдете в описании, в прикрепленном комментарии. И вообще, на канале у меня выходят очень много интересных видео. Поэтому заходите, смотрите. Есть и исторические видео на тему развития технологий. Есть различные видео, где я копаюсь в железках, в старых, в новых. В общем, смотрите. Ну и до встречи в следующих публикациях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok